В воскресном днём на стационарном посту ДПС автоинспекторы задержали троих мужчин, подозреваемых в перевозке конопли. 36-летний водитель Короллы вместе с двумя попутчиками ехал со стороны еврейской автономии. Во время проверки документов мужчины вели себя несколько странно, чем привлекли внимание полицейских. Некоторую заторможенность и покрасневшие глаза все трое объясняли усталостью, мол, едут с рыбалки. Препятствовать осмотру автомобиля рыбаки не стали. Занервничали, лишь когда автоинспектор заметил на заднем сиденье чёрный полиэтиленовый пакет. Открывать его ровесник водителя явно не хотел. И вскоре стало ясно, почему. В мешок был завёрнут пучок зелени, листья каннабиса. При этом все трое тут же стали отрицать своё отношение к этому нелегальному гербарию. Шофёр Тойоты винил во всём попутчиков. Якобы и знает их не очень хорошо, да и положить в салон пакет с криминальной зеленью больше было некому. Они с вами ехали? А когда садились пассажиры, пакет у них вбился? Не помню. А откуда вы их ехали? С того берега. Пассажиры Короллы тоже старательно делали вид, что пакет с подозрительным содержимым им совершенно незнаком. Впрочем, упирались приятели недолго. Сообразив, что дело принимает серьёзный оборот, они попытались объяснить всё глупой шуткой. Якобы на куст конопли они наткнулись случайно и мимо пройти не смогли. От прохождения теста на наркотическое опьянение водитель универсала отказался. Если вес этой травы в высушенном виде превысит 100 граммов, эта партия будет считаться крупной. А это от трёх до десяти лет колонии. С места происшествия Валентин Борозняк, Евгения Куликова и Павел Рогатин.